Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Зрители, кто часто на моем канале, кто, возможно, подписан и не пропускает большинство видео, которые я выпускаю, могут подумать, что сегодня речь пойдет снова. Снова, допустим, о сережке, снова, возможно, о волосах, о шикарном коре и так далее. Но сегодня речь пойдет о макияже. О макияже, потому что я человек, который не оставляет надежды все-таки накраситься, научиться это делать. Раньше, когда я была только зрителем, я не была автором здесь на ютубе, я, в общем-то, смотрела бьюти-контент. И могу сказать, что у бьюти-контента есть какое-то особенное очарование. Ты смотришь, смотришь, вот действительно ты, во-первых, расслабляешься, а во-вторых, у тебя в голове поселяется надежда, что завтра ты встанешь, у тебя все эти продукты есть, и ты так же накрасишься, и будешь так же хорошо выглядеть. Поверьте мне, дорогие зрительницы, я ни разу не могла накраситься, как бы внимательно я не смотрела контент. Кстати, за моей спиной вот чуть-чуть-чуть-чуть видно шахматы. Я освоила шахматы, это была мечта всей моей жизни. Но краситься я до сих пор не научила. Сегодня я расскажу вам о тех вещах, которые узнала сама на своей собственной практике, которые услышала у блогеров. Вот они бывают какие-то фундаментальные моменты, что называется, пробегаются по ним, скользь упоминают, но когда ты много смотришь, когда ты так же являешься, повторюсь, автором канала и знаешь, как этот контент работает, что что-то можно отрезать, в общем-то показать, сделать такую склеечку, что как будто бы ты красила и скрасилась, хоп, и у тебя такие прекрасные брови. А на самом деле между склейкой и склейкой какие-нибудь хорошие тесты минуты работы, какая-нибудь, возможно, помарочка, да, отошла, все стерла и заново накрасила уже не на камеру. А так вот, сегодня я расскажу вам, что я пыталась сделать. Сегодня, кстати, у меня макияж, он выполнен по-другому, но очень многих зрителей возможно, скажем так, этот макияж покажется даже удачным, потому что все-таки, как правило, я без макияжа. Как я часто говорю, да, макияж делает нас ярче, но самое главное, макияж это то, что очень любит камера. Любой блогер, который накрасится даже не очень аккуратно, не очень удачно, никому не будем об этом говорить. Он будет выглядеть несколько, возможно, даже лучше, если он не исказит свои черты лица, потому что он будет лучше, потому что он будет, прежде всего, ярче выглядеть на камеру. Итак, первое, что я узнала, тени. У меня сегодня на глазах тени, тени, тени. И, возможно, цвет глаз у меня поярче стал, и, возможно, издалека я окажусь такой красоткой, я еще не знаю, на монтаже увижу. Но самое интересное, что я поняла, дорогие мои зрительницы, у меня аудитория все-таки в основном чуть моложе меня, а также есть очень много аудитории на втором месте, она стоит, кто чуть старше меня. Сразу, хочу сразу сказать, что, мне кажется, после 30 лет нам всем стоит забыть о тенях, потому что тени очень хорошо смотрятся на коже, которая плотная. Представим, что мы делаем сводч в магазине, когда мы покупаем тени. Где мы делаем сводч? Мы делаем его вот здесь, мы делаем его на запястье. Кстати, на мне свитер мужской, который прикупила себе на рыночке, обязательно запишу это видео. Я знаю, что очень многих расстраивает, когда я озвучиваю принадлежность своего свитера, но в этот раз свитер на мне на рынке был куплен, прекрасно смотрится, но самое главное, это мужская модель. Так вот, мы делаем сводчи вот здесь, мы делаем сводчи вот здесь очень часто, здесь у нас кожа очень плотная, и здесь даже самые неудачные тени, даже самые впоследствии осыпающиеся тени, осыпающийся продукт будет смотреться прекрасно-прекрасно, чего никогда не случится на нашем подвижном веке, потому что там дряблая кожа уже имеет место после 30 совершенно точно. И что мы получаем? Прекрасные красотки, когда мы смотрим бьюти-контент, во-первых, камеры нивелируют эти вещи, даже если очень хорошее разрешение, поверьте мне, поверьте мне, блогер, не всякий ютуб-блогер, который делает бьюти-контент, будет ставить очень классное разрешение, чтобы мы, в общем-то, все увидели, потому что иначе его видео будет неинтересно смотреть. Как раз-таки прекрасный и интересный, захватывает тот контент, бьюти-контент, когда ты, в общем-то, из золушки превращаешься в красавицу, и я также говорила, что есть специальные способы, просто бегунок элементарно убрать, засветить экран, либо сделать его темнее, когда ты, в общем-то, не накрашенная, страшненькая такая сидишь, а потом хоп, такая вся красавица, а бегунок просто сдвинулся на более светлый кадр, у тебя и кожа выровнялась, и, в общем-то, ну, все красиво смотрится. Соответственно, первое мое открытие, дорогие зрительницы, тени не для нас. После 30 лет о тенях стоит забыть. Не важно, какие-то тени нюдовые, либо мы вообще пудру наносим, либо хайлайтер вот сюда, на подвижное веко. Повторюсь, на камеру, мне кажется, мой макияж очень многие заценят, но, поверьте мне, вблизи это смотрится ужасно-ужасно-ужасно. Если вы чуть моложе 30 лет, и вам тени показаны, то есть у вас еще вот эта часть очень-очень плотная, обратите внимание на то, что тени наносятся сначала-сначала, не так, как очень многие из нас делают, потому что мы вообще забываем о последовательности. Допустим, потом мы делаем межресничное пространство, либо делаем более темную растушевку. В любом случае, светлые тени, либо единственные тени наносятся сначала, и только потом межреснички, иначе вы просто свою межресничку засветлите, и все, что вы делали, будет не нужно. Поэтому, да, первое мое открытие о тенях стоит забыть. Я вот давно не могла расхламить свои тени. Кстати, недавно я посмотрела видео, где тени Шанель, а также тени Кристиан Дёр были объявлены одним блогером, одними из самых лучших продуктов, и, скажем так, люк-сегмента, предназначенных для глаз в сегменте, опять же, тени. Могу сказать, что эти тени мне, наверное, придется выбросить, потому что уже никуда, никуда я их себе не намажу. Ну, может быть, только на брови посмотрю, как это все будет смотреться. А другое мое открытие касается стрелок. Мне очень нравятся стрелки на женщинах. Я вообще считаю, стрелки и красная помада, это просто так супер-супер-супер смотрится. Но по поводу стрелок, недавно я услышала очень интересное мнение, могу его подтвердить как человек, который, во-первых, все-таки уже обладает вот здесь морщинками, когда, прежде всего, моя мимика активна. Ну, возможно, если я вот так застыну, то все будет еще ничего со стрелками. Но когда я разговариваю, мимика имеет место, а складки собираются. И плюс у меня нависшее веко, совершенно точно, оно периодически проявляет себя больше, периодически меньше, когда я не ленюсь и делаю лицевую гимнастику, но нависшее веко имеет место. Что это значит? Это значит, как бы мы не рисовали стрелку, а стрелка должна вот так примерно у нас уходить, как продолжение нижнего века. Это значит, что при нашей активной мимике, это значит, что при новейшем веке наша стрелка будет потом, как бы хорошо мы ее не нарисовали. Это сделать очень-очень сложно. Придется научиться, придется ошибаться много раз. Если вам меньше 30 лет, не бойтесь ошибаться с макияжем, потому что кто не учится, тот не ошибается. Точнее, не ошибается тот, кто не пытается научиться. Соответственно, процесс обучения, он подразумевает ошибки. Если вам меньше 30, не бойтесь, что однажды у вас одна стрелка будет не симметрично другой контур губ будет не очень хороший через это проходит все она если нам слегка за 30 прямо-таки слегка слегка за 30 уже прямо такие 30 лет и один день то мы даже быть очень очень внимательны потому что стрелка просто-напросто начинает западать наши гусиные лапки а также никто об этом не говорит так прям таки табу табу западает это стрелка а также нашу складку под новейшим века то есть наш идеальный макияж начинает смещаться даже если мы используем супер качественный супер люксовый супер стойкие продукты нас подводит наш собственный макияж поэтому стрелки для тех кому слегка за 30 скорее всего это не тот вариант макияжа который может нас украсить либо это можно сделать что называется одна момента для фоточки в инстаграме нарисовала сфотографировала себя и в общем то потом нужно стереть а что еще хочу сказать сегодня у меня кстати 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 сегодня меня румяна почему кстати я такая игривая и ogni село я shinica парикмахер уйду я сделаю себе потрясающий подарок многие говорят что я экономлю а женщина не должна бы себе экономить ну я решила себе подарок сделать потому что иначе я никогда не туда парикмахера не знаю буду ли я сегодня чуть чуть убирать длины вот эти пряди у меня для ям на длине я посоветую с мастером посмотреть что можно сделать потому что такая стрижка была что затем не обрезали коротком а впереди чтобы хоть какая-то иллюзия сохранившейся длины была, мастер оставила мне передние пряди длиннее, я их уже сама подравнивала маникюрными ножницами, но самое главное, я иду на восстановление волос, обязательно вам расскажу, самое главное, вы сами сможете увидеть, станут ли мои волосы лучше, когда я потрачу 100 евро на уход, какой-то уход, потом расскажу джойко, если не ошибаюсь джойко, продукты будут мне наноситься. Так, я говорила про румяна, мне кажется, вот так, вот так, издалека себя оцениваю, опять же, экранчик очень маленький, ну, румяна меня не портит, но я сегодня снова загорала лицом, я не боюсь этого делать, тем более на зимнем солнце, я очень люблю загоревшую кожу, и я вообще считаю, что витамин D нужно получать человеку, женщине, прежде всего, для собственной красоты, естественным путем. Я много раз рассказывала, что педиатр моих детей сказал, что для того, чтобы получить дневную дозу витамина D, взрослый человек должен находиться на полуденном солнце полчаса абсолютно раздетый, то есть, представляете, если я сижу даже 30 минут, 40 минут, иногда час сижу, у меня просто времени столько нет, под солнечными лучами подставляю свое лицо, я все равно не добираю свою норму витамина D, но, тем не менее, хотя бы так, чем вообще ничего. Так вот, мое лицо разрумянилось и уже, что называется, естественным путем, но, тем не менее, румяна я нанесла. У меня были румяна, Шизейда, кстати, неплохие румяна, вообще, я на самом деле не умею отценивать румяна, у меня было 2-3 палетки в свое время, и потом мне не очень понравилось, я решила, что я не румяная какая-то, и я, в общем-то, взяла тоже помаду Шизейда Нюдову и нанесла. Вообще, я склонна считать, как блогер, прежде всего, что то, что нам подходит куда-то, допустим, мы делаем тенями подводку, и нам хорошо, вот какой-нибудь фиолетовый цвет, мне есть такие оттенки фиолетового, которые мне очень хорошо, вот если я нанесу фиолетовый чуть-чуть-чуть в бровь, меня это будет украшать, и в повседневной жизни тоже, и на камеру так же, то есть вот цвет какой-то нужно подобрать, который просто его присутствие на лице будет тебя украшать. И так же у меня есть любимая помада Шизейда, и она больше не выпускается, и я ее использовала, кстати, губы у меня снова не накрашены, губы только подведены карандашом пупы, но я использовала себе на яблочке, на яблочке, и, в общем-то, скорее здесь я сделала вывод о том, что, да, румяна, когда мы не переборщим с количеством румян, и когда мы не, скажем так, хорошо сможем растушевать, то есть они у нас не будут собираться пятнами, хотя, опять же, я потом на монтаже посмотрю, может, я в пятнах сижу, не знаю, вот действительно могу сказать, что, да, румяна украшает, это тоже один из советов, которые были вскользь упомянуты, одно из наблюдений другого бьюти-блогера, который я на себе попробовала, и могу сказать, что да, совершенно точно. Итак, сегодня я хотела в итоге-то поделиться с вами тремя своими открытиями. Первая стрелка для возрастного лица, как бы печально это ни звучало, для лица возраста слегка за 30, это не вариант макияжа, потому что стрелка сдвигается, она сдвигается в гусиной лапке, она сдвигается в нависшее веко. Это первое, что я поняла, попробовала и, наконец-то, нашла для себя ответ на вопрос, ну почему же, почему же стрелка на моих глазах не работает как макияж. Второе мое открытие заключается, совершенно точно подтверждаю его, и в теории согласна, и на практике, что называется, посмотрела, увидела, что какие бы хорошие тени ни были, а у меня тени Шизеида остались еще со старых запасов, никак расслабить не могу, жалко, все для деточек на Хэллоуин оставляю, чтобы накрасить их. А так вот, я могу сказать, что как бы хорошо тени не растушевывались, не вбивались в поверхность нашей кожи, все равно, все равно, когда наше веко уже не очень плотное, некрасиво смотрится макияж на глазах, если мы делаем его тенями. Возможно, можно использовать тени как подводку, и я много раз рассказывала, что для меня подводка межреснички как раз-таки тенями темными. У меня балетка Гирлейн летом была, меня очень-очень выручала летом, потому что я не красила ресницы, но при этом садилась записывать на камеру, и казалось, что глаза у меня достаточно яркие, только благодаря тому, что я наносила вот таким образом, закрывала межресничное пространство с самыми обычными тенями. Ну и третье мое открытие, скорее положительное, на данный момент совершенно точно, что вот таким образом, куда мы наносим, кстати, румяну, румяну куда наносим? На яблочки наносим, которые тренируем при помощи лицевой гимнастики. Наносим чуть-чуть пальцем, кисточка не нужна, и вот так растушевываем, трем-трем-трем, растушевываем вот сюда, к виску. Ну, если нанесем мало продукта, то до виска мы его не дотянем. То есть главное, чтобы пятен не было, ну, хотя иногда у нас и, естественно, румянец с пятнами получается. Поэтому три моих таких открытия в том, что касается макияжа. На этом с вами прощаюсь, желаю всем быть красотками и за пять минут собираться, выходить и чувствовать себя звездой. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.